итак друзья всем передаю огромный привет начинаем с вами новый безумно интересный в то же самое время шокирующий видеоролик и глава этого видео будет известный политик можно сказать руководитель курчатовского института михаил валентинович ковальчук мы посмотрим его выступление и оно должно вас просто всех шокировать потому что из нас с вами создают служебных людей так давайте же узнаем все подробности что он хочет сказать и как выглядят дела на самом деле друзья мы начинаем слушать каждое слово очень внимательно и будем каждый из нас поражены добрый день вы знаете я вот долго думал о том чему посвятить доклад и решил поговорить в неком смысле о будущем он очень долго думал потому что то что он скажет скажет вызовет огромное количество вопросов это моя мысль подкреплена позавчерашним выступлением президента нашей страны в организации объединенных наций где он явно видит сказал вот про некие природоподобные технологии поэтому я хочу посвятить доклад именно это тут у немножечко подстраховался президентом нашей страны то есть президентом российской федерации чтобы не брать всю ответственность на себя вы знаете вот мы с вами живем вот в такой ситуации когда все последние годы только мы и слышим про кризисы кризис ипотеки кризис экономический банковский и на самом деле мало кто задумывается о том что на самом деле это лишь внешняя оболочка того что происходит где-то в глубине на самом деле цивилизация переживает глубинный пожалуй самый сложный кризис за всю историю своего существования дело связано в том с тем что мы живем в высокотехнологичном мире вся наша жизнь цивилизация основана на высоких технологиях поэтому веркора есть книга называется квота или сторонники изобилия в этой книге почти 60 лет назад сказано что человечество после второй мировой войны запустила новую экономическую систему которая называлась расширенное воспроизводство потребляя выбрасывая покупай новое фактически была включена машина по истреблению природных ресурсов эту машину запустили именно вы все верхушки власти руководителей те кто управляет нашими странами заводами предприятиями те кто реально загрязняет природу чтобы выкачивать только природные ресурсы если эта машина будет обслуживать только страны золотого миллиарда ресурсов мира хватит на бесконечно долгий период это был сказано 60 лет назад и как только одна страна такая как индия выйдет на уровень потребления энергии равны уровню потребления энергии соединенными штатами 60 лет назад в мире наступит экономический энергетический коллапс и фактически если жить вот в той парадигме в которой мы находимся сегодня то через определенный период времени цивилизация должна сохранить я не знаю колесо огонь скотоводство вернуться к первобытному существованию и так он сказал что если мы будем двигаться такими темпами мы вернемся к первобытному существованию и он всячески хочет это обойти сегодня то что называется sustainable development устойчивое развитие оно связано с фактически достаточным а практически неограниченным потреблением энергии ресурсов значит золотой миллиард на наших глазах дополниться китаем и индии половина населения зеленого шара пересела с велосипедов на автомобили кстати он очень хорошо осведомлен о золотом миллиарде потому что он сам является его членом фактически наступил ресурсный коллапс я хотел бы подчеркнуть две важные вещи первое лидерство сегодня обеспечивается технологическим приз по превосходству фактически военная колонизация заменилась технологическим порабощением и что крайне важно вот это достаточно умные слова и он понимает что те страны у которых больше развита технология те в данной ситуации и правят нашим миром а не военная мощь вот эту колонизацию подпадают развитые страны в первую очередь вот посмотрите наш с вами природа миллиарды лет существует абсолютно в гармоничном самосогласованном виде светит солнышко его энергия преобразует с помощью фотосинтеза в химической энергии и вся система био-гео живет гармонично абсолютно миллиарды лет самодостаточно без дефицита ресурсного мы с вами построили техносферу которая есть основа нашей цивилизации фактически за последние 150 200 лет и что произошло здесь одна цифра вот общее количество кислорода которое было потреблено всей цивилизации вот до нашего времени составляет там 200 миллиардов тонн мы это же количество кислорода истребили за 50 лет вот эти слова очень важны для каждого из нас чтобы понимали что происходит вокруг нас он сказал 200 миллиардов тонн кислорода мы употребили и мы употребили за 200 миллилит за огромное количество и точно такое же количество кислорода мы употребили за последние 50 лет воздействия на нашу природу губя ее своими выбросами заводами фабриками и огромным количеством оружия который в том числе испытывалась это позор нашей земле точнее земля наша великолепно а те люди которые все это совершили мы были наша технологическая жизнь цивилизации было частью общей техносферы мускульная сила плюс сила ветра и воды мы не нарушали баланс природе дальше мы придумали паровую машину потом электричество и построили техносферу которая полностью антагонистично природе значит фактически причина кризиса в противоречии антагонизме между природой и созданный человеком техносферы и это наступило за последние десятилетия по факту вот это есть причина кризиса мы фактически перед нами стоит проблема о том что будет человечеством дальше и она очень глубокая есть тактические приоритеты которые позволяют нам жить сегодня если мы не будем производить лекарства или продукты или там до армии модернизировать мы как бы сегодня потерян все не сможем выжить значит представьте себе советский союз 9 мая 45 года был победителем мы имели самую мощную самую технологически оснащенную самую боеспособную армию в мире мы были власть властелина мира но в августе того же года после взрывов в хиросиме на гасаки атомной бомбы если бы мы не занимались атомным проектом то наша победа была бы обесценена мы просто исчезли как государство как же он любит всю эту атомную тему а ведь это самое главное из-за чего разрушается наша природа атомы это вмешательство в природу нашей земли и всего человечества чтобы создать атомное оружие им пришлось разрушить природную кристаллическую решетку и выбить настоящие атомы из того вещества который создал бог и сам создатели только благодаря этому сегодня мы с вами живем в суверенном государстве благодаря тому что были созданы атомное оружие подводные лодки и ракеты средства его доставки вот атомный проект причем что было важно тяжелейших условиях войны никто ничего не обсуждал создавалось атомное оружие никто не говорил про инновации про экономическую выгоду делалось атомное оружие бомба чтобы выжить посмотрите из этой бомбы сначала возникла атомная энергетика 54 году курчатов повернул бомбу и создал первую в мире атомной станции это дата рождения атомной энергетики в мире атомной энергетики привела нас к термояду и сегодня весь мир сложив 10 миллиардов на юге франции реализуют нашу идею которая впервые 54 году была реализована в курчатской институте создается такомат даже слова русской такомат мы тоже в будущем изучим эту тему но узнали очень такую для меня неожиданную лично информацию проанализируем ее позже это будущий источник энергии на основе термояда синтеза неделение как сегодня пятьдесят восьмом году была создана первая наша подводная лодка а через год первый в мире атомный ледокол и мы сегодня вне конкуренции на высоких широтах на шельфе в арктике и теперь я хочу обратить вашим я уже не говорю о космосе что дальнейшее движение в космос связано с ядерной энергетикой в существенной мере а суперкомпьютеры сегодня который составляет основу наших разработок они возникли в ответ на запрет испытаний ядерного оружия он очень хорошо знает о суперкомпьютерах потому что он прекрасно понимает кто сейчас управляет нашим миром и это искусственный интеллект мы с американцами договорились мы перестали делать семипалатинске они в неваде но это испытание переместилась суперкомпьютер который возник только поэт и вот сегодня мы с вами столкнулись этот кризис выхода из него два выход 1 двигаться как есть через череду кровавых войн за переделы доступ к ресурсам который уже идет мы придем фактически первобытному состоянию либо второй вариант создать принципиально новую технологическую базу природа подобных технологий вот тут он сказал очень такие важные слова и чтобы их услышали мне придется немножко объяснить он сказал что можно идти путем опять революции и войн но при таком условии они сами могут пострадать и они выбирают второй маршрут при котором из людей можно создавать служебного человека то есть человек который не будет иметь своего мнения и воли это будет бездушное существо то есть фактически включить технологии в цепочку замкнутого ресурса оборота самодостаточного который существует природе я хочу обратить ваше внимание вот высшее так сказать достижение природное это наш с вами мозг человеческий при этом наш мозг потребляет в среднем 10 ватт в пиковые минуты 30 ватт это как лампочка в туалете коммунальной квартиры а суперкомпьютеры которые мы делаем например используем сегодня вот курчатском институте одним из самых мощных суперкомпьютер он потребляет десятки мегаватт но мощность всех компьютеров мира только в прошлом году сравнялась с мощностью мозга одного человека президент нашей страны выступая вот здесь цитата его она когда он говорил уже закончив обсуждение сегодняшней политической обстановке сирии украины он вернулся к выбросам и сказал что вот надо посмотреть на проблему шире речь должна идти о внедрении принципиально новых природоподобных технологий которые не наносят урон окружающему миру осуществует с ним в полной гармонии и позволит восстановить нарушенный человеком баланс между биосфер и техносферы это действительно вызов планетарного масштаб только забывая сказать что нарушили этот техно баланс именно вы те кто создали всю эту промышленность окружающие нас все эти добычи ресурсов а пострадать должны обычные люди чернорабочие которые должны превратиться в этих служебных людей конец цитат я хочу сказать что вот это очень емкая цитата из выступления президента в организации объединенных наций она имеет под собой очень такой глубокую длинно раз долго развивающийся базу развитие самой науки и уже появились новые аддитивные технологии они на слуху я думаю вы об этом слышали когда вы теперь создаете детали природным путем выращивая их фактически вы можете выращивать сначала вы можете делать биологические вещи например протезы делаются там камена костей выращиваете детали человеческого организма это начинается от 3d принтинга по сути это есть аддитивные технологии и сегодня можете создавать детали любого назначения именно этим аддитивным путем не отрезая лишнее а наращивая и это природоподобные технологии здесь он сразу же дал всем нам понять что они очень давно занимаются выращиванием органов и в том числе 3d органов человека от стратегической цели которые есть природоподобие другого выхода у нас нет но я бы хотел сейчас вот оставшееся время посвятить его рассказы или разговора об угрозах вот понимаете мы живем в очень таком сложном быстро меняющемся мире и что делать совершенно очевидно понятно и мы к этому готовы об этом я еще скажу но надо обратить внимание на угрозы глобальные вызовы которые таит себе природоподобные технологии но возникает возможность целенаправленного вмешательства в жизнедеятельность человека даже в процесс эволюции первое это биогенетическое на базе на на биотехнологии то есть вы можете создавать искусственные живые системы с заданными свойствами в том числе и не существующие при в природе мы создаем допустим искусственную клетку это искусственная клетка с одной стороны она медицински важна на может быть диагностом она может быть доставщиком лекарств целевым но с другой стороны она может быть как бы вредоносный да и тогда фактически одна клетка который имеет генетический код и саморазвивается является оружием массового поражения вот это очень глубокий и тайные скажем слова также это имеет очень глубокий смысл они боятся вот эту одну единственную клеточку которая может повлиять на весь организм и разрушить его строй это самые главные и важные страхи которых они всеми путями пытаются обойти при этом благодаря достижениям современной генетики также это касается и людей они боятся того единственного избранного который сможет столкнуть их с их пути из их трона и вы можете создавать эту клетку этно-генетически ориентированно на конкретный этнос это может быть безопасно для одного этноса и вредоносно смертельно для другого это первый тип опасности очевидной при появлении принципиально нового оружия массового поражения у вас развивается когнитивное исследование это исследование по изучению мозга сознания значит фактически открывается возможность для воздействия на психофизиологическую сферу человек но с другой стороны существует обратная связь мозга машинных интерфейсов или мозга мозговых когда вы можете создавать ложную картину действительности внутри человека как бы там солдат операторы и так далее то есть это очень тонкая и сложная вещь тут он уже говорит вообще об очень опасных вещах которых рассказывалось только фильмах таких как аватар или другие где человек находясь на месте имеет внутри себя мир который ему загружает и он даже перестает ощущать настоящую реальность и думает , что живет в реальном мире а на самом деле он живет в искусственной мире который загрузили ему в голову правление индивидуальным и массовым сознанием и мы с вами видим что происходит на уровне массового сознания скажем с помощью интернет вот когда я говорил об атомной энергетике там есть двойственный характер технологии есть военные применения есть гражданские вы точно знаете это атомная станция она вырабатывает тепло и электроэнергию а вот здесь нарабатывается оружейный плутоний а здесь в природоподобие двойственный характер технологий изначально размыты границы между гражданским и военным применением а как следствие полная неэффективность существующих методов контроля вторая опасность заключается в том доступность и относительные по сравнению с ядерными технологиями дешевизна вам и возможность создания средств поражения даже в кустарных условиях а вот в этих технологиях это можно сделать на кухне вам надо добыть клетку контролировать то есть это очень просто потому что еще есть одна важная вещь вы невозможно можете предугадать последствия выхода искусственно создаваемых живых систем в окружающую среду как они нарушат эволюционный процесс не буду вдаваться здесь есть примеры того какие работы ведет американское агентство дарпа например в этой области по управлению сознания по созданию этногенетических систем если почитать только название достаточно понять каковы масштабы этой деятельности и отсюда в чем есть опасность возникает опасность возможности одностороннего владения этими технологиями одной страной и их использовать и мы подошли к реализации задачи третьего этапа объявлено в 2007 году который должен привести к созданию в российской федерации принципиально нового технологического базиса экономики на базе продуктов на на биотехнологии природоподобие у нас создан не имеющий аналогов центр конвергент мировых аналогов центр конвергентных наук и технологий на базе мега установок единственно постсоветском пространстве источник асингротронного излучения нейтронного исследовательского реактора и мощнейшего комплекса суперкомпьютер биогенетических вещей нейрокогнитивных исследований и так далее посмотрите что сегодня происходит фактически сегодня американцами создается глобальная распределенная научно-образовательная среда которая финансируется национальными бюджетами и обслуживает интерес соединенных штатов вот если посмотреть теперь на нас что происходит с нами например германии могу в деталях пояснить американская колония у них нет стратегических целей но они за свой бюджет обслуживают глобальный интерес америки вот это он интересно сказал что германия это оказывается американская колония нам нужно хорошо подумать над этим вот я вам посмотри поясню очень важный такой пример приведу как американцы участвуют международных проектах а после этого американцы никого не спрашивают выделяет из бюджета полтора миллиарда долларов в свою национальную лабораторию забирают вот этот том этих людей из европы строят этот ускоритель в европе до сих пор и не начаты эти работы действия прошла в америке он уже четыре года работы выводы понятны я вот хотел вам несколько так сказать футуристических картинок нарисовать вот теперь пожалуйста каждый из вас слушайте повнимательнее и вы узнаете к чему все это он рассказывал и что может нас ждать в будущем вы знаете я вот долго думал говорить это или нет а думаю что это целесообразно вот представьте себе я вам это может показаться таким знаете как бы зловещим странным будущем но надо понимать что к сожалению это реальность вот давайте грубо взглянем на мир как устроен мир мир устроен был очень просто некая элита всегда пыталась весь остальной мир поставить себе на службу сначала был рабовладельческий строй потом был феодальный потом был капитализм в том или ином виде фактически но каждый раз это заканчивал смена информации почему потому что люди которых элита пыталась превратить в обслугу этого не хотели по двум причинам они во первых были биологически такими же людьми как те кто их хотел превратить в обслугу а во вторых у них вырастало по мере развития самосознания и они сами хотели так сказать стать элитой и вот весь этот круговорот происходит а теперь получать следующее сегодня возникла реальная технологическая возможность в процесс эволюции человека и цель создать принципиально новый подвид гомо сапиенс служебного человека служебного человека вот и вся правда на весь его монолог которую он до этого рассказывал если вы смотрели фильм мертвый сезон хорошо помните он тогда это были там какие-то рассуждения а сегодня биологически это становится возможным сделать свойства популяции служебных людей очень простое ограниченное самосознание и когнитивно это регулируется элементарным и с вами видим уже это происходит вторая вещь управление размножением и третья вещь дешевый корм это генно-модифицированные продукты и так управление сознанием первые вариант как они будут воздействовать потом запрет размножения управления размножением и дешевый корм то есть вот что значит служебный человек который не имеет ни воли не поползновений а будешь ли будет лишь вечным рабом системы это тоже уже все готов значит фактически сегодня возникла реальная технологическая возможность выведение служебного подвида людей и этого помешать уже не может никто это развитие науки но это по факту происходит мы с вами должны понимать какое место в этой цивилизации мы можем занять вот здесь он очень хорошо сказал какое место в этой цивилизации мы именно они могут занять конечно же они себя не относят к этим служебным людям относят к той верхушке которая и есть золотой миллиард но так ли все просто издадимся ли мы им просто так вот я вам прочитаю вот это просто прочитаю что это не просто так хочу сказать там точно сказано что надо шаг за шагом во первых менять самосознание как бы приучать людей что не надо размножаться и продолжать рот и так далее убирать национальные особенности вот это сказано сначала президента всемирной ассоциации здравоохранения правой рукой ротфеллера а затем меморандум национальной безопасности ша вот номер 274 года в котором написано что это надо делать так чтобы страны не поняли что это стало происходить вот вы обратите внимание вам из всех со всех сторон и часть наших радиостанций сегодня говорит что ребенок важнее родителей это происходит на всех уровнях от семьи до государства абсолюзация свободы личности личность выше государства суверенного дети вышли и так далее а к чему это приводит это фактически лозунг слову суверенного государства но фактически замена вот этого организованного сообщества взаимодействующих и защищенных государством людей совокупностью просто как бы ну популяции управляемых отдельных индивидуумов и еще следующая вещь фактическое сокращение рождаемости путем внедрения в массовое создание представлений противоречащих естественным речь идет о лгбт о семьях без детей и всего остального вот фактически сегодня мы имеем вот это в гуманитарной сфере но это базируется на технологической базе создания служебного человека вот собственно говоря наверное все что я хотел вам сказать очень интересный рассказ и все очень сильно захлопали похлопали все значит присутствующим людям которые находились и слушали весь этот монолог и речь понравилось все и каждое слово а понравилось ли все это нам давайте же теперь разберемся кто же это такой ковальчук михаил валентинович как он управляет нашим миром и к каким слоям он относится мы узнаем некоторые подробности из его жизни прочитав о нем личную информацию родился 21 сентября 1946 года ленинград рсфср ссср советский и российский физик ну не будем вдаваться в долгие подробности возраст ему сейчас 73 года в 2020 году если мы здесь почитаем данные есть одна очень интересная здесь строчка помимо того что ученая степень звание первый раз я вижу такое название или вписку в википедию как который гласит известен как человек близкий к владимиру путину то есть оказывается есть такой ранг специальные что значит близкий человек владимиру путину но можно предположить что это или друг или советник владимира путина то есть вы должны понимать что и происходит на самом деле какие советники и какие темы ему рядом шепчет в уши вот это очень важная строчка родители здесь про его отца рассказывается не буду вдаваться подробности интересное маленькое замечание про маму просто про ее фамилию имя отчество меня заинтересовался ее зовут мирьям абрамовна ковальчук веро в скобках что это за национальность лично я не знаю если кому-то знакома то подскажите мне пожалуйста в комментариях что это за национальность ее мамы папа я так понимаю что русский потому что фамилия имя отчество более-менее российская или может быть украинская но мама скорее всего корнями не отсюда в общем вот этот человек его биография чем занимался он на данный момент получается у нас как правильно сейчас им прощать курчатовский институт он возглавлял курчатовский институт может быть и до сих пор возглавляя директор ниц курчатовский институт вот он кто такой какая у него должность чуть ниже когда мы будем опускаться биография но не буду вдаваться подробности еще меня заинтересовала ли такие строчки очень много у него наград член совета фонда сколкова он состоит в общем верхушка нашей власти и здесь вот если мы ниже опустимся научная деятельность вот здесь он с президентом опустимся ниже реформа ран высказывание вот кстати об этом высказывании здесь есть тоже статья и как я понимаю здесь они сказали что 30 сентября 2015 года ковальчук выступил в совете федерации рассказав об опасности искусственных клетках о том как сша влияет на научно-технические цели во всем мире как создается новый подвид служебного человека но каким-то образом он все свалил на сша хотя мне показалось его речи что он говорит не только об сам об сша а об этой стране он говорил с научной точки зрения о том что во всем мире сейчас создается вот такой подвид служебный человек homo sapiens вот эта речь он сказал потом 21 января что-то у него какой-то диалог тоже с президентом был ночью дальше вот здесь вот отец тоже его родители мама его родители жена получает специалист по истории ирландии сын родил 68 году председоводатель совета директоров национальной медиагруппы крупного медиахолдинга владеющего первым каналом пятом ран тиви стс меди в общем сын у него такой известный человек в медиа структурах брат вот тут меня еще больше заинтересовал юрий валентинович ковальчук миллиардер председатель совета директоров банка россии то есть вы понимаете что все эти люди это верхушка нашей власти и что именно находится у них в головах чтобы мы простые люди хотя бы знали понимали какой круговорот события они задумывали и все что происходит вокруг нас с чем это связано очень много орденов фотография здесь президентом кажется он немножко даже ниже путина то есть рост достаточно небольшой в общем вот такой человек рассказал нам информации о том что из почти полного количества людей обычных граждан всех стран как я понимаю создают служебного человека который будет просто ограничен своем миропонимании сознании и будет такой биомашины который будет только кушать потреблять размножению у него будет ограничено то есть размножаться ему будет нельзя и питаться он будет гена модифицированными продуктами и никогда не будет он иметь своей голове поползновение на то чтобы стать властителем или управлять этим миром быть руководителем этим всем они хотят заниматься сами качать свои миллиарды управлять а простые люди должны просто остаться на низшем и даже не за ниже низшего уровня превратиться в так сказать животных с поводками как я понимаю вот мы познакомились с этой выдающейся личностью ковальчуком михаилом валентиновичем чтобы знали и понимали кто это такой сегодня 14 мая еще я прочитал информацию очень важную думаю вас всех заинтересует потому что она прошла вскользь но давайте еще изучим и проанализируем цепочку событий которые происходят парламентская газета прививать россиян от ковид могут начать 2002 в 2021 году то дело касается что могут пойти они военным путем сейчас мы изучим всю эту информацию дело в том что вот это все прививки и сам скажем вирус который вокруг нас происходит это цепочкой одних событий все что высказал вот так этот вот руководитель ковальчук михаил валентинович все эти факторы это звенья одной цепи и так давайте почитаем что он сказал такой прогноз парламентской газете дал академик ран сергей колесников что же он сказал вот такой вот мужчина концу июля в россии могут быть созданы первые вакцинные препараты против вируса заявил на пленарном заседании государственной думы 13 мая глава министерства здравоохранения михаил мурашко какой путь предстоит пройти вакцинам и нам скоро начнут прививать людей в нашей стране парламентской газете рассказал академик ран заслуженный деятель науки рф сергей колесников сергей иванович министр здравоохранения сообщил что вакцины против коронавируса появятся в конце июля как скоро после этого начнут прививать людей и вот тут вот очень такая информация сейчас начнется интересно для каждого из нас и важное по всей информации в список всемирной организации здравоохранения воз включено 9 вакцин против вируса которые разрабатываются в россии эти вакцины включены как потенциальные но если говорить о стандартном принципе разработки регистрация вакцина то тут главное даже не разрабатывать не разработать ее а доказать что она работает поэтому потому что одно дело сделать саму вакцину а дальше она проходит длинный путь сначала вакцины тестируют на животных на них проверяют если выработка иммунитета на эти вакцины если несколько вариантов вакцин оказываются эффективными ведут к выработке антител тогда их начинают испытывать на добровольцах здоровых людях на этом этапе медики также смотрят если от препарата осложнение или нет затем препаратом снова иммунизируется животные и на них воздействует вирусом то есть заражает опять вирусом если животное выживает то мы выясняем что защитная вакцина работает то есть кто-то должен обязательно пострадать или животные или люди на которых тренируются дальше будет еще интереснее пока что неизвестно по какому пути в нашей стране будут утверждать вакцину дело в том что есть особый принцип регистрации препаратов как лекарственных так и вакцинных в условиях чрезвычайной ситуации не исключено что у нас могут пойти по военному пути вот это самая страшная информация друзья военный путь то есть они могут предложить такой вариант что почти что всех людей срочно надо вакцинировать но мы же не знаем что именно нам туда вживят в тело или в кровь в нашу этот датчик или какой-то вирус который наоборот ухудшит наше здоровье готов ли каждый из нас ввести себя эту вакцину лично я нет не знаю ваше мнение меня это все не устраивает учитывая высокую смертность и поражаемость населения в этом случае начнут прививать не все население а часть угрожающего контингента тех кто работает в очагах коронавирусной инфекции а также людей которые имеют риски тяжелого течения болезни то есть оказывается кто работает скорее всего это если военный тип это люди врачи и медработники и кто имеет тяжелого течения болезни на такой эксперимент вполне могут пойти но это не традиционный путь продвижения вакцины но если выберут его тогда начать вакцинацию могут условно говоря осенью или в преддверии зимы как я понимаю вот исходя из его ответа вся что было у нас весной 2020 это так называемая тренировка летом нам дадут небольшую передышку а осенью и в начале зимы пойдет второй этап основной когда уже могут всех поголовно реально вакцинировать и неизвестно что вводить в наши тела если идти традиционным путем то вакцины может появиться не раньше конца этого начала следующего года должна быть выбрана наиболее конкурентная вакцина поскольку и разрабатывают в нескольких странах конкурентных вакцин будет около сотни дальше начнется запуск производства что тоже не быстрый процесс нужно нужны большие мощности чтобы создать достаточно для нашей страны количество вакцин это примерно 8 10 миллионов доз ежегодно то есть 80 миллионов это получается но не всех сразу вакцинируют а поэтапно но если говорить о правильном подходе то нужно 70 миллионов доз получить чтобы выработать достаточно иммунитет у популяции то есть сразу же раз и пол стороны если в россии 146 миллионов половине 70 миллионов сразу же за год вести вакцины за второй год еще половину когда начнут прививать людей уже можно будет сказать о том что эпидемия закончилась спрашивает вопрос около 20 процентов переболевших не вырабатывает иммунитет коронавирусу то есть 20 процентов все равно будут болеть здесь есть несколько проблем первое будет ли вакцина эффективна потому что около 20 процентов переболевших не вырубил не вырабатывают иммунитет коро к вирусу помимо этого есть разница в реакции национальные вот это интересная фраза оказывается этот вирус влияет на разные национальности по разному все запущено какая-то эта машина то есть не обязательно что русские люди от нее сильно пострадает может быть какой-то другой национальности южных стран там азиатских я не знаю может быть наоборот русский больше пострадает оказывается она разделяется по национальностям то есть по этническому признаку есть разница по возрастному признаку но как я знаю мы сами все осведомлены с вами что вроде бы пожилые люди больше страдают еще этот фактор тоже будет иметь значение эти вещи придется учитывать также мы не знаем сколько людей имеет естественный иммунитет к вирусу потому что есть люди которые не заболевает вич и спидом представляете если такие люди которых есть супер иммунитет даже если они пообщаются зараженным человеком гепатитом c и b в том числе за счет интерферендово механизма вот такие есть люди они хотят все равно насильственно вести им вакцину чему я чего я не поддерживаю точно против буду всегда если у вас предположение как именно в стране будут проводить вакцинацию вакцина против вируса может попасть национальный календарь привива когда прививается сто процентов населения то есть ведь все-таки план у них сто процентов населения привить например у нас от полиамилита bcg прививает сто процентов россиян почти всех прививает от кори дифтерии столбняка насильственно прививать от вируса вряд ли будут потому что у нас нет закона а насильственные вакцинации по другим календарям прививок но наверное все станет зависеть от того действительно ли будет вас высокая смертность сейчас она чуть выше чем сезонная смертность от гриппа то есть получается почти равна смертности от гриппа это оказывается не так и много чуть чуть выше так как от гриппа есть прививкой популяционная устойчивость по большому счету все это говорит нам о том что их сейчас как бы загвоздка в законе но как мы знаем законы меняется каждый день сегодня у них есть нет закона насильственной вакцинации завтра они уже его примут все подпишут так что ждет нас очень жестокое и проблематичное будущее все эти звенья одной цепи чтобы понимали со всех сторон нас пытаются атаковать и оккупировать есть как я понимаю определенная скажем часть людей которые хочет остаться отделены от всего мира а а другая часть населения это большинство 90 процентов должны пострадать и это как раз простые люди как мы с вами друзья наша задача получать информацию искать правду всем я говорю до новых встреч скоро увидимся смотрим новое видео ну а пока что поехали и пока и бум